Сколько новых заводов и фабрик построено в России за первую половину 2023 года? Какими достижениями в сфере науки и техники запомнилось это время? Аналогичный период 2022 года был весьма неплохим, но многие объясняли это инерцией мирного периода. Что же мы имеем сегодня? Традиционно первый выпуск июля посвящаем обзору и анализу самых заметных, позитивных событий в жизни страны. В начале года в России началось серийное изготовление газовых турбин большой мощности ГТД-110М. Таким образом, наша страна впервые в истории вошла в высшую мировую техническую лигу по данному направлению и больше не нуждается в немецких и американских аналогах. Завершились испытания двигателя ВК-650В, который создаётся для вертолётов, беспилотников и небольших самолётов. Также завершён первый этап испытаний ключевого элемента модернизированного двигателя АИ-222-25, который создаётся в том числе и для ударного БПЛА «ГРО». От предприятия УДК «Пермские моторы» начало серийное производство двигателя ПД-14 для самолёта МС-21. Представлен первый российский промышленный робот для производства композитного крыла самолёта МС-21 и самый большой в стране 3D-принтер, способный выращивать многотонные металлические изделия. Брянский автомобильный завод показал совершенно новый российский грузовик. Автомобильный завод «Урал» – новую модель арктического автобуса «Аросатом» – прототип электромобиля «Атом». В Новочеркасске стартовал выпуск первых отечественных двигателей ДТА-380У-1 для электропоездов. В Москве приступили к работе новейшие российские электропоезда «Иволга-3.0». В лаборатории плазменных ракетных двигателей МИФИ начались огневые испытания прототипа нового космического плазменного двигателя «Лена». Совершено 9 запусков космических ракет, все успешные. На орбиту, среди прочих, выведены новейшие спутники «Кондор-ФКА» и «Метеор-М». В Бурятии построен единственный в мире действующий радиогелиограф – объект, предназначенный для изучения Солнца и прогнозирования космической погоды. На озере Байкал завершён очередной этап строительства подводного нейтринного телескопа, который вскоре станет одним из важнейших научных объектов страны и всего мира. Среди знаковых инфраструктурных проектов первого полугодия отметим пуск большой кольцевой линии метро в Москве, ставшей самой протяжённой в мире. По автотрассе М-11 из Москвы в Санкт-Петербург начали совершать коммерческие рейсы российские беспилотные грузовики «КамАЗ». И день и ночь продолжаются работы по расширению БАМа, где с опережением графика было открыто движение на перегоне блок-пост 9-й километр Кум-Тэ, который находится на самом грузонапряжённом участке БАМа к Тихоокеанским портам. На 18 месяцев раньше запланированных сроков до пика курортного сезона открыт обход Ростова-на-Дону на трассе М-4 «Дон». Активно ведётся работа по формированию защищённого от западных санкций транспортного коридора «Север-Юг», открывающего нам ещё одну дорогу на рынке Азии. По нему из Челябинска уже ходят грузовые поезда в Саудовскую Аравию и Индию, а также началось строительство первых в истории нашей страны универсальных контейнеровозов для водной части маршрута. Промышленное производство в России вернулось к росту впервые с начала спецоперации. Заметный вклад в это внесли предприятия оборонной промышленности, многие из которых в разы нарастили выпуск продукции и открыли дополнительные смены. Так, например, компания ЧТЗ «Уралтрак» значительно увеличила производство танковых двигателей, превысив лучшие показатели послевоенного периода СССР. На годы вперёд загружены работой ведущие судостроительные и авиастроительные предприятия. «Гособоронзаказ» тянет за собой спрос на металлы, композиты, компьютерную технику и другие компоненты. Теперь экономисты прогнозируют российской экономике рост на 1,5-2% по итогам года. Ещё один важный позитивный фактор – это импортозамещение. Как мы рассказывали, средства Фонда национального благосостояния теперь разрешено направлять на проекты развития внутри страны. Да и без них на счетах банков и компаний скопились рекордные запасы, которым закрыт выход за границу, а значит, они будут наконец-то инвестироваться в национальную экономику. Среди заметных проектов первого полугодия отметим начало строительства крупного производства беспилотников за 20 млрд. рублей в Самарской области. Крупнейшего в Европе завода по производству изотопной продукции медицинского назначения. Завода по производству спутников. Крупного металлургического комплекса Волгоградской области. Крупнейшего в Европе завода по переработке льна. Первого в стране производства антиблокировочных тормозных систем. Завода гормональных препаратов в Санкт-Петербурге и завода тракторных прицепов под Воронежем. Всего за 6 месяцев этого года в России открыто свыше 140 важных производственных объектов, что совпадает с показателем аналогичного периода прошлого года. Так что прогнозы о том, что в 2023 году наша экономика исчерпает инерцию мирного времени и забуксует, полностью провалились. Кратко перечислим открытые производства, а также другие позитивные новости полугодия. Первые модернизированные ударно-разведывательные вертолёты Ка-52М поставлены в российские войска. В Якутии открыто новое крупное месторождение газа. В Санкт-Петербурге металлообрабатывающее производство. В Москве крупный производственный комплекс нового технопарка. В Хакасии производство взрывчатых веществ для горных работ. В Башкирии производство фармпрепаратов и первый в России агропромышленный кластер. В Татарстане предприятие по производству инкубационных яиц. В Алтайском крае молочный комплекс. В Тюмени новая школа. В Тулуне школа и детский сад. В Ленинградской области школа Олимпийского резерва. В Тамбовской области и Севастополе – физкультурно-оздоровительные центры. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях строители восстановили 250 школ. Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полёт. На судостроительном комплексе «Звезда» введён в эксплуатацию трубообрабатывающий цех площадью более 7000 квадратных метров. В Новосибирской области – ткацкое производство. В Москве – производство ветеринарных препаратов. В Краснодарском крае – сухих строительных смесей. В Воронежской области – первое в России производство концентрата молочного белка. В Костромской области – комплекс по выращиванию цыплят за 850 млн. рублей. В Кемерово – первое в Сибири производство отечественных инкубационных яиц. Новые школы – построенные в Иркутской области, Курганской области, Красногорске, Лобне и Коломне. Детские сады – в Тверской области и Новой Москве. В Пензе – центр поддержки одарённых детей. Очередная партия вертолётов Ми-8 МТВ-1 передана заказчикам в Петрозаводске, Томской области и на Камчатке. В Коломне открыто производство трубопроводной арматуры за 1 млрд. рублей. В Кузбассе запущена новая лава с запасами более 4 млн. тонн угля. В Москве – линия производства нетканых материалов. В Оренбургской области – молочный комплекс. В Москве открыли флагманский центр НИИ имени Склифосовского, который позволит увеличить количество операций более чем в два раза. Во Владимирской области – новую детскую поликлинику. Новые школьные корпусы, построены в Липецкой области, Пензенской области и Якутске. Новая школа открыта в Новоалтайске. Детские сады – в Московской и Липецкой областях. Под Челябинском открыт лицей информационных технологий. Представлен российский робот-уборщик «Пиксель», оснащённый электрической силовой установкой. Успешно завершены испытания первой в России системы предупреждения столкновения в воздухе. Московское предприятие «Спецкабель» создало сверхгибкий кабель для робототехники, выдерживающий несколько миллионов циклов изгиба. В Калининграде заложено новое пассажирское судно проекта 04-861. В Ямало-Ненецком автономном округе открыто новое нефтяное месторождение. В Зеленограде запущено крупное фармацевтическое производство. В Ясентуках – производство мониторов и компьютерной периферии. В Саратове – производство запорной арматуры. В Кабардино-Балкарии новое швейное производство. В Тверской области запустили вторую очередь крупного комбикормового завода. В Хабаровске сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника. Ракета-носитель «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л». Ракета-носитель «Союз-2.1А» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс-МС-22» успешно стартовала с космодрома Байконур. Этот пуск стал сотым безаварийным пуском по счёту. В Якутии открыто крупное газовое месторождение. В Карачаево-Черкесии открыто производство гипсокартона за 1 млрд рублей. В Подольске – складской комплекс за почти 2 млрд рублей. В Ивановской области производство парашютной ткани мощностью 4 млн погонных метров в год. В Москве – инновационный кластер. В ДНР спустя 8 лет простоя вновь заработало предприятие по выпуску полиэтиленовых труб. В Северной Осетии запущен новый селекционно-семеноводческий центр. В Череповце – кондитерское производство. В Дагестане открыта первая буйволинная ферма. В Екатеринбурге – крупнейший в стране центр художественной гимнастики. В Красноярске – одна из самых больших поликлиник за Уралом. В Курске – новая гимназия. В Ростовской области – физкультурно-оздоровительный комплекс. Под Оренбургом открыто новое месторождение лёгкой нефти, а также налажено производство новых взрывозащищённых электродвигателей. В Нижнем Новгороде запустили центр аддитивных технологий «Росатома». В Пермском крае – производство деталей для комбайнов и тракторов. В Новгородской области – производство полиэтиленовых труб. В ДНР запущена новая угольная лава. На Алтае – новая линия производства кормов для домашних животных. В Ленинградской области – птицефабрика за 2,5 млрд рублей. Детские сады открыты в Новокузнецке, Республике Алтай, Челябинской области. Крупнейший в регионе детский сад открыли в Горно-Алтайске. В Новом Уренгое – терминал аэропорта. Терминал аэропорта Толмачёва открыт в Новосибирске. Ракета-носитель «Союз-2.1А» с космическим кораблём «Союз МС-23» успешно стартовала с космодрома Байконур. На заводе «Красное Сормово» спущен на воду очередной сухогруз проекта РСД-59. В Зеленограде запущено серийное производство отечественных мультиплексоров. Во Владивостоке первое на востоке страны производство установок по созданию материала для микрочипов. В Чечне открыт горный дробильный цех стоимостью свыше 1 млрд рублей. Новые свинокомплексы открыты в Брянской области, Рязанской области и в Бурятии. В Амурской области новый элеватор. В Татарстане производство сыра за 1,5 млрд рублей. Новую школу на 1100 мест открыли в Копейске. На 1225 мест в Брянске. На 275 человек в Республике Алтай. В Башкирии открыт спортивно-оздоровительный комплекс. Ледовые дворцы Вологде и Озёрске. На Зеленодульском судостроительном заводе заложено два новых скоростных метеора. На заводе пела стапель «Раболовецкое судно» проекта «211». В Москве запущена большая кольцевая линия метро, ставшая самой протяжённой в мире. В Курской области сборочное производство зарядных станций для электромобилей. В Приморье первое на Дальнем Востоке производство стальных электросварных труб. В Красноярском крае открыли крупнейшую в России гибридную солнечную электростанцию. В Курганской области новый технопарк. Новая школа на 1500 мест открыта в Стаброполь. Детские сады открыты в Москве, Московской области, в Алтайском крае, Красноярском академгородке, Костроме. В Уфе новый корпус Уфимского колледжа радиоэлектроники. В Челябинске открыт завод троллейбусов. В Оренбургской области крупнейшее в России серийное производство трубчатых радиаторов. В Рязани производство полимерных плёнок за полтора миллиарда рублей. В Башкирии мебельное производство за 450 миллионов рублей. Крупное производство хлебобулочных изделий запустили в Московской области. В Тамбовской области вторую очередь крупного тепличного комплекса за 8,5 миллиардов рублей. В Амурской области новую молочную ферму. Школу на 1100 мест открыли в Ногинске, на 825 мест в Коломне, на 825 мест в Истре, в Щёлкове. Детские сады открыты в Костромской области, Таганроге, Якутии. Российские школьники завоевали 4 золотые медали на Международной математической олимпиаде в Румынии. Ракета-носитель «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту спутник-ретранслятор. В Твери стартовал выпуск российских карманных персональных компьютеров «Аквариус». В Новочеркасске – первых отечественных двигателей ДТА-380У1 для электропоездов. В Челябинске – производство импортозамещающей трубопроводной арматуры. В Воронежской области – производство упаковочной плёнки. В Удмуртии – роботизированная молочная ферма. В Московской области построен крупный логистический комплекс за 2 млрд рублей. Новые школы открыты на Ямале, в Хакасии и в Московской области. Спортивные комплексы открыты в Пензе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Московской области, Мурманской, Свердловской, Ленинградской, Ярославской областях, Забайкальском крае. Ракета-носитель «Союз-2.1А» успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела на орбиту спутник военного назначения. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе заложен морской танкер проекта 23-130. В Московском физико-техническом институте заработала первая в стране квантовая нейросеть. В Санкт-Петербурге запустили первую в России линию по выпуску высокомолекулярного полиэтилена для изготовления бронезащиты. В Тульской области импортозамещающее производство полимерных труб. На Донецком химико-металлургическом заводе в ДНР после ремонта оборудования запущены плавильные печи. На Макеевском металлургическом заводе в ДНР после модернизации заново запущен прокатный стан. В ЛНР запущен новый асфальтобетонный завод. В Ашкирии – цех сборки сельхозтехники. В Краснодарском крае мясокомбинат. Детские сады открыты в Таганроге, Хабаровском крае, Красноярском крае, в Нижегородской и в Новосибирской области. Ракета-носитель «Союз-2.1В» успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела на орбиту военные спутники. На космодроме Плесецк возведён уникальный комплекс для подготовки спутников и разгонных блоков ракет «Ангара». Три крупных фармацевтических производства открыты в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске. В Москве запустили производство без пилотников. В Санкт-Петербурге – завод нефтегазового оборудования. В Северной Осетии – первую в стране линию по производству медного профиля квадратного сечения. В Петрозаводске – первую в регионе промышленную полуавтоматическую линию сортировки отходов. В Московской области открыта первая очередь крупного тепличного комплекса и производства кормов для животных. В Вологодской области – первый в России завод по выращиванию сёмги в установках замкнутого водоснабжения. Спортивные комплексы открыты в Москве, Московской области, в селе Шаран и в Бураевском районе Башкири, в Мурманской области, в Алтайском крае, в Барнауле, в Саяногорске и в Челябинске. В Магнитогорске завершились испытания беспилотного грузовика «Урал». В Краснодарском крае запустили российско-белорусское предприятие по сборке комбайнов и жаток. В Перми открыто производство графенового материала, а также налажено производство комплектующих для вертолётов. В Твери – производство климат-систем для колёсного транспорта. В Ростовской области производство микрофибры. В Ленинградской области – завод по переработке полимерных отходов. В Новокузнецке – предприятие по переработке автопокрышек. В Кировской области – комбикормовый завод. В Екатеринбурге – новый корпус гимназии. Новые школы открыты в Рязани, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве и Севастополе. Ракетные войска стратегического назначения провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с перспективным боевым оснащением. На Средненевском судостроительном заводе спущен на воду минный тральщик проекта 12700. На архипелаге Северная Земля в Арктике построен новый аэродром для тяжёлых транспортных самолётов. В Москве открыт Центр управления полётами малых спутников. В Томске создан крупнейший в России биобанк микроорганизмов из кисломолочных продуктов. Представлен совершенно новый российский грузовик от Брянского автомобильного завода. Представлена первая российская базовая станция 5G. На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе завершён проект модернизации за 12 миллиардов рублей. После 9 лет простоя возобновляет работу Луганский авиационно-ремонтный завод. В Белгороде открыто ювелирное производство, в Новосибирске производство PET-Тары, в Республике Марий-Эл репродукторы птиц и фабрики. В Технополисе Москва открыто три новых производства – электрогрузовиков ЭВМ-ПРО, производство лазерного оборудования и производство коммуникационной техники. В Антарктиде завершена сборка трёх из пяти модулей нового зимовочного комплекса на станции «Восток». В Ростове-на-Дону заработал новый универсальный порт. В Самарской области – производство бетонных изделий. В Ростовской области – птицеводческий блок. В Москве открыт детский технопарк. Новые детские сады открыты в Калининградской области, Пермском крае, Ставропольском крае, Ленинградской области, Сыктывкаре, Брянской области, Санкт-Петербурге, Москве, Ростовской области и в Мурманской области. Новые спортивные комплексы открыты в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Ленинградской области, Иркутской области, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. Новые школы открыты в Москве, Башкирии, Бурятии и в Якутии. Российские школьницы завоевали четыре золотые медали на Европейской математической олимпиаде для девушек. В Санкт-Петербурге спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка «Можайск», пассажирский катамаран проекта 04580, в Татарстане скоростное судно на подводных крыльях проекта 03830, в Красноярске промерное судно проекта RDB 6662, в Иркутске обстановочное судно проекта 3052, на Костромской верфи заложены две баржи проекта ARC 100, на автозаводе «Москвич» запущен главный конвейер, что позволит подключить процессы сварки и окраски, а также увеличить производительность. В Нижегородской области начато производство тормозных систем для электропоездов, в Ростовской области – производство обуви, в Астрахани – производство обуви, в Воронежской области – производство лакокрасочных материалов, в Туле – производство минерального порошка для строительства, на Чукотке – третья очередь тепличного комплекса, в Петрозаводске – завод минеральных вод, новые детсады открыты в Уфе и Московской области, новые школы в Башкирии, Бурятии и Якутии, в Симферополе открыт дворец водных видов спорта, в Московской области спущен на воду двухпалубный электрокатамаран «Экоход», в Нижегородской области заложено головное пассажирское круизное судно проекта 00840, «Росатом» приступил к строительству третьего энергоблока АС «Эль-Дабаа» в Египте, в порту Высоцк заработал первый зерновой терминал на Балтике, в Дубне – производство плат для высокоточного оборудования, в Тульской области – производство упаковки для фармацевтической отрасли, в Туле – линия по выпуску нетканого материала, в Бурятии – производство жестяной тары, в Краснодарском крае – пищевое производство, в Северной Осетии – комбикормовый завод, в Кировской области – молочная ферма, спортивные комплексы – в Белгородской области, Новгородской области, Крыму, Севастополе и Красноярском крае. На судостроительном заводе «Лотос» спущен на воду новый круизный теплоход проекта ПКС-180. Компания «ГАЗ» начала серийный выпуск нового грузового автомобиля «Валдай-8», в Перми – открыто крупнейшее в стране производство зарядных станций для электромобилей, в Тамбовской области – фармацевтическое производство, в Московской – производство дверных систем, в Тобольске – автотранспортный цех за 1 млрд рублей, в Новороссийске – открыт логистический центр за 1,4 млрд рублей. Приморье – первая очередь самого крупного на Дальнем Востоке и в Сибири оптово-распределительного центра. Новые детские сады – открытые в Мариуполе и Калининградской области. Две новые школы открыты в Уфе, а также в Архангельской области и Новосибирске. В Кемерово открыт самый большой дворец спорта в Сибири площадью 54 тысячи квадратных метров. Российские школьники стали абсолютными победителями 57-й Международной Менделеевской Олимпиады по химии. Военно-морской флот получил новейший ракетный корвет «Меркурий» проекта 2380. На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе заложен ледокол проекта 22740M. Запущена вторая очередь Кольской ВЭС – крупнейшего в мире ветропарка в Заполярье. Представлен прототип электромобиля «Атом», серийный выпуск которого стартует в 2025 году. В Краснодарском крае открыто производство беспилотников. На Колыме – горнообогатительный комбинат. В Башкирии – производство спортивной одежды. В Чеченской республике – крупное рыбное хозяйство. Новые школы открыты в Бурятии и Ингушетии. Новые детские сады открыты в Нижегородской области, Московской области и в Ставропольском крае. В Псковской области открыт центр военно-патриотической подготовки. Спортивные комплексы открыты во Владимирской области и Краснодарском крае. Ракета-носитель «Союз-2.1А» с транспортным-грузовым кораблём «Прогресс МС-23» успешно стартовала с космодрома «Байконур». Ракета-носитель «Союз-2.1А» успешно стартовала с космодрома «Восточный» и вывела на орбиту радиолокационный спутник. На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» заложено аварийно-спасательное судно проекта МПСВ-06. На Средненевском судостроительном заводе спущен на воду пассажирский катамаран проекта 04580. «Росатом» представил самый большой в стране 3D-принтер, способный выращивать многотонные металлические изделия. В Ленинградской области открыт один из крупнейших вагоноремонтных заводов России. В Московской области открыт завод скважинного оборудования и производство автозапчастей. В Самаре – производство вентиляционного оборудования. В Белгородской области – производство кормов для домашних животных за 2,5 млрд. рублей. В Татарстане – рыбная ферма. Крупнейший элеватор открыт в Чеченской республике. Очередной военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А и партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 переданы войскам. На заводе «Красная Сормова» заложен второй круизный лайнер проекта 00840 «Карелия». На Окской судоверфи спущен на воду морской противопожарный буксир-спасатель. Представлен первый российский промышленный робот для производства композитного крыла самолёта МС-21. В лаборатории плазменных ракетных двигателей МИФИ начались огневые испытания прототипа нового космического плазменного двигателя «Лена». В Воронежской области запустили самое современное мясоперерабатывающее предприятие в стране на 3,5 тысячи рабочих мест с объёмом инвестиций 15 млрд рублей. В Московской области открыто серийное производство отечественных банкоматов на процессорах «Эльбрус». В Санкт-Петербурге – производство специальных металлоконструкций. На Сахалине запущен самый современный в регионе тепличный комплекс. Российские школьники установили рекорд, завоевав 8 золотых медалей на 23-й Азиатской Олимпиаде по физике. На Амурском судостроительном заводе заложен корвет проекта 2385. В Рыбинске спущен на воду краболов проекта 5712 ЛС. В Московской области открытый логистический комплекс производства ХПВХ-труб и комбикормовый завод. В Кузбассе запущена новая угольная лава. В Саратовской области производство полипропиленовой ткани. В Татарстане производство резиновых смесей для автозапчастей. В Красноярском крае мебельное производство. В Калужской области производство бумажных изделий. В Ставрополе первое в стране промышленное производство лактулозы. В Тверской области импортозамещающее производство подсластителей. В Орловской производство кормовых добавок. В Удмуртии молочный комплекс. Спортивные комплексы открыты в Краснодарском крае, Сахалинской области, Ленинградской области, Оренбургской области и в Чечне. Новые школы в Иркутской области и в Бурятии. Новые детские сады во Владимирской области, Калужской области, в Иркутске, на Ямале. В Татарстане спущено на воду скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор-2020». В Самаре – промерное судно. На Средненевском судостроительном заводе заложено 4 пассажирских катамарана. Автомобильный завод «Урал» представил новую модель арктического автобуса. В Новгородской области на месте бывшей самой большой в стране фабрики «Икеа» запущено новое российское мебельное производство. В Санкт-Петербурге на месте бывшего завода «Ниссан» запущено производство автоваза. В Свердловской области запущена обогатительная фабрика. В Тульской области – производство электротехнической продукции. В Челябинске – первое в России производство архитектурных сверхбольших стеклопакетов. В Ростовской области – первый в России завод по производству полиэфирного штабельного волокна полного цикла. В Челябинске – вторая линия производства керамического сварочного флюса. В Красноярском крае – пищевое производство. В Дагестане – самый крупный грушевый сад в стране. Ракета-носитель «Союз-2.1Б» успешно стартовала с космодрома «Восточный» и доставила на орбиту 43 спутника. На Нижегородском заводе «Красное Сормово» заложен круизный лайнер проекта 00840. В Самаре открыто конструкторское бюро двигателя «Строения». В Кузбассе – образовательный центр «Сириус». Берегите себя и своих близких. Мы желаем вам доброй и бодрой недели. Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперёд.рус. Благодарим за помощь и слова поддержки в комментариях. Подписывайтесь на наш канал в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграм по ссылкам в описании ролика, чтобы получать позитивные новости России каждый день.